всем привет с вами сайт рукотворная ру меня зовут анастасия добро пожаловать на youtube канал который посвящен самым коротким и полезным мастер-классом по вязанию крючком и спицами сегодня так как наступило долгожданное лето я нахожусь в парке и я решила ответить на вопросы тега вся правда о моем канале который придумала настя шарова моя тезка кстати ссылку я оставлю в описании к этому видео и меня есть вопросы их 12 штук сейчас я на них отвечу вопрос 1 как чувствуете себя перед камерой перед камерой я чувствую себя довольно таки свободно конечно есть небольшое волнение но в принципе по большому счету всем все равно именно на вас поэтому я думаю стесняться и волноваться нет никакого повода второй вопрос как раз стесняетесь ли вы снимать перед кем-то я не то что стесняюсь но например какие-то сторонние звуки которые могут сопровождать появление другого человека рядом с вами когда вы записываете какое-то видео это может доставлять небольшие какие-то сложности а так как я сейчас нахожусь в парке я вот тоже не знаю будь тут кто-то ходить шуметь громко или еще что-то поэтому стесняться особо не стесняюсь но определенные сложности в этом могут быть третий вопрос как семья как ваша семья относится к каналу семья это смотря кто если говорить о близких то мои родители например вообще я думаю смутно представляет что такое youtube и поэтому относиться они к этому принципе никак не мог но поддерживают а большое спасибо я конечно хочу сказать своему мужу потому что он мне всегда во всем помогает помогает разобраться со всеми вообще техническими вопросами потому что я как стопроцентный гуманитарий совершенно далека от техники это самое главное чтобы близкие вас поддерживали или хотя бы не мешали поэтому я всем желаю чтобы семья относилась хорошо вашему влечению и хобби четвертый вопрос как часто вы снимаете видео я снимаю видео по возможности у меня есть график публикации это меня дисциплинирует поэтому я стараюсь снимать при первой же возможности и уделять каналу достаточно времени чтобы сделать видео качественным а тем интересным 5 вопрос что вам снимать что вам мешает снимать чаще мешает или не мешает но у каждого человека есть своя жизнь поэтому я стараюсь канал как свое хобби писать в мою жизнь у меня есть еще работа помимо этого и естественно что работе я уделяю 8 часов каждый день это не считая того как я добираюсь до работы поэтому в большей степени это мое какое-то свободное время выходные или послерабочее время когда я могу заниматься тем что мне интересно так шестой вопрос как проходит готовка к съемке я обязательно пишу микро какой-то сценарий я расписываю обязательно момент который я должна сказать озвучить и момент которые должны быть в кадре это тоже очень важно я считаю что готовка это один из центральных вообще моментов нужно обязательно точно знать что должно быть и в кадре и за кадром поэтому готовки вообще никакое видео невозможно но если я нахожусь в кадре то мне конечно нужно каким-то определенным образом одеться чтобы мне было удобно например там делать причёску эти все наши девичьи дела это вы все знаете седьмой вопрос кем вы себя считаете учителем или свободным художником но я себя не считаю не учителем не свободным художником я просто рассказываю о своем опыте и считаю себя увлеченным человеком творческим человеком но учить никого я не собираюсь хотя у меня есть конечно педагогическое образование но это вообще бессмысленно можно только рассказывать о своем опыте и делиться им с кем-то еще и если этот опыт очень полезен кому-то я бесконечно рада восьмой вопрос канал это работа или канал это хобби тут все зависит конечно от отношения работа работой можно считать канал по моему к нему отношению то есть я ему уделяю довольно много времени практически каждый день я делаю что-то и я монтирую или я снимаю или я думаю о том что будет темой следующего видео или я обрабатываю фотографии это происходит практически каждый день таком онлайн режиме или я отвечаю на комментарии или я отвечаю на какие-то вопросы которые мне задают под видео то есть это практически онлайн работа но не круглосуточная потому что спать тоже нужно но это занимает довольно много времени поэтому относительно того сколько времени потрачено это можно считать работой но с другой стороны конечно это хобби потому что здесь это мое увлечение которое денег особо не приносит поэтому работа или там каким-то видом заработка это конечно назвать пока нельзя девятый вопрос важно ли для вас количество подписчиков и лайков я всегда внимательно слежу за тем сколько человек подписывается на меня всегда смотрю если у них профиль открытый захожу смотрю кто это и почему эти люди интересуются темой вязания например мне очень приятно когда известные визуальные рукодельные блогеры на меня подписываются поэтому количество подписчиков конечно важно но нельзя говорить что это центральный момент такой вообще всей работы работа есть работа увеличение есть увлечение то есть это это какой-то результат вашей работы количество подписчиков то есть если вы чем-то занимаетесь в любом случае должен быть какой-то результат а количество подписчиков и отражение результата работы вот за этим я внимательно слежу ну и конечно лайки это всегда приятно когда человек ставит тебе лайк и и когда я смотрю и вижу что какое-то видео например очень популярно его много смотрят и много ему ставят лайков я понимаю что эта тема людям интересна и значит можно развивать дальше такие же темы примерно похожие например и они будут полезны и другим тоже людям другим рукодельницам поэтому всегда когда вы ставите мне лайки мне очень приятно поэтому поставьте этому видео пожалуйста лайк и я вам запишу еще какие нибудь интересные видео десятый вопрос были ли отрицательные отзывы в комментариях и ваша реакция на них мне уже чего только не писали конечно у меня нет такой такой большой аудитории и там негативный у меня нет огромного гигантского трафика но люди конечно бывают разные есть люди которые меня всегда пишут примерно одно и то же например я размещаю какое-то видео они мне пишут ничего не понятно все вы очень быстро вяжите я стараюсь вступить с человеком дискуссию если он например что-то объективно говорит что например вы быстро вяжите я пишу я пишу обычно в комментарии вы можете поставить установить настройки скорости то есть у любого видео можно поставить скорость чуть медленнее если действительно человеку я быстро вижу но с другой стороны каждый комментарий такой какой-то критический это повод к тому чтобы задуматься действительно может быть что-то ты делаешь не так поэтому у меня есть несколько уже видео например которые я переделала они были сняты год назад сделаны смонтированы и я их переделала с другими помечаниями другом немного качестве то есть я и ракурс съемки меняю бывает когда смотрю если меня пишут действительно комментарий по делу и я думаю это обязательно нужно прислушиваться ну я практически еще никого не забанила может быть я один из таких людей которые спокойно вообще относится ко всем комментариям если это что-то грубое написано например я могу просто удалить и всего по моему забанен у меня читатели я смотрел это всего два человека что-то мне грубое совсем писали я вот их действительно в бан добавила остальные у меня вообще адекватные читатели адекватные подписчики все очень много хороших комментариев кстати многие благодарят пишут спасибо и это самый главный стимул для того чтобы развиваться дальше идти вперед одиннадцатый возраст а потому что такой юношеский максимализм у человека вот она мне писала что удали канал еще что то ну я вообще на это внимание никакого не обращаю двенадцатый так и так двенадцатый вопрос мысли и планы для развития канала ну если говорить о технической стороне то сейчас я практически не могу снимать никакие видео вечером днем и у меня нет ни освещения нет таких условий для этого возможно я конечно задумываюсь о том чтобы купить какие-то софтбоксы какие-то осветительные такие вещи в которых я еще вообще не разбираюсь и понятия не имею об этом вот это может быть какой-то помощью чтобы ну я не знаю или вообще всю квартиру перестраивать потому что тоже особо таких фоновых мест для съемок у меня нет есть пара таких стен и все мне непонятно пока что с этим делать но возможно это и есть какое-то развитие потом у меня нет отдельного микрофона в фотоаппарате то есть у меня есть фотоаппарат такой довольно таки хорошего качества но к нему вообще невозможно подключить микрофон здесь следующим этапом конечно может быть покупка другого фотоаппарата где можно подключать микрофон и он будет такой съемный но я пока с этим тоже не разобралась я вот пока пытаюсь понять насколько можно снимать вообще в условиях парка например на улице будет ли это слышно и видно дублирую запись вот сейчас на телефон поэтому с этим пока нужно разобраться и решить вообще что нужно ну а такие планы если говорить вообще о темах видео о новых мастер-классах тем у меня всегда очень много они у меня все расписаны у меня нет времени на то чтобы их реализовать я стараюсь все записывать и поэтапно делать то есть если вот я сейчас записываю видео у меня например сейчас уже есть два-три отснятых видео которые нужно смонтировать это у меня всегда так то есть я делаю какой-то запас у меня есть определенный график публикации как я говорила и я его придерживаюсь то есть это вот в любом случае вторник и пятница у меня должны выйти новые видео а какие будут темы но в основном я выбираю или темы которые интересны мне или темы которые интересны моим подписчикам поэтому когда вы мне пишите и просите разобрать какую-то тему это мне тоже очень интересно и я заметила что наиболее просматриваемые видео это те которые предлагаете именно вы поэтому обязательно напишите если какая-то тема вам интересна я сделаю такое видео и размещу его обязательно на канале ну а это все были вопросы их 12 я на все ответила и как всегда я желаю всем побольше вдохновения удачи наслаждайтесь теплыми летними днями и всем пока удачи классный звезд такой классный звезд хотел в кадра попасть так хорошо спасибо